Тут на самом деле до окончания октября осталось совсем немножко, буквально мы находимся с вами на финишной прямой. И можно сказать, что эта неделя может оказаться таким затишим перед бурей. Однако есть и много событий, на которые стоит однозначно обращать внимание, поэтому смелее разбираемся, что нас ждет на предстоящей неделе с 26 по 30 октября. Поехали! Традиционно для разбора мы с вами будем использовать статью «Пульс рынка», которая находится на стайте finprofit.club. Прямая ссылка находится внизу в описании к этому видеоролику и справа сверху в нем углу будет в подсказках. Выглядит эта статья вот таким вот образом. Здесь собраны все важные события на предстоящую неделю. Не банально переписывание экономического календаря, а именно то, чем будет жить рынок. Ну, во всяком случае, на мой взгляд. И начнем мы с вами с понедельника. А вот понедельник не начнет Гонконг и Новой Зеландия, потому что у них там выходной. Ну, знаете ли, там, по-моему, день труда, во всяком случае, в Новой Зеландии. Так что у них наши весенние праздники под конец октября. Дальше, что из интересного можно обнаружить, это 17.30 речь председателя Национального банка Швейцарии. И здесь стоит обратить внимание на его спич относительно интервенций. Мы, в принципе, с вами достаточно давно отслеживаем эти моменты и фиксируем эти моменты. Национальный банк Швейцарии проводит валютные интервенции, направленные на ослабление швейцарского франка. А почему это нужно делать? Да потому что, блин, достали эти рисковые активы, постоянно растут. Много неопределенностей в мире. Мы с вами видим постоянно, как франк пользуется спросом. Ну, как что, если где-то шухер какой-то начинается. А Национальный банк Швейцарии говорит, не, нифига, мы с вами будем проводить интервенции. Вполне возможно, что вот именно на вот этой речи председателя Национального банка Швейцарии и будут какие-то новые вводные данные, либо подтверждение того, что ни при каком раскладе они не прекратят проводить валютные интервенции. Здесь я бы хотел напомнить вам про события января 2015 года. Тогда, до января 2015 года, начиная с 2011 года, тоже Национальный штатский банк говорил о том, что будут проводить валютные интервенции. А потом как-то взял и 15 января отменил все эти штуковины. И в итоге еврофранк провалился. Мам-таки не горю. Я надеюсь, что в этот раз мы с вами подобных вещей не увидим. Но, как говорится, надейся, не надейся, а надо все-таки держать голову холодной. Дальше все-таки продолжается сезон отчетности. И впереди нас ждут с вами достаточно серьезные отчеты от серьезных компаний. Правда, не в понедельник. X5 Retail Group, она же пятерочка. Отчет за третий квартал в России пройдет. И Mail.ru Group тоже отчитается также за третий квартал в понедельник. Вторник. Из-за того, что можно сказать по времени, это только лишь 23.30. Это недельный запас сырой нефти по данным института API. Ну и, соответственно, реакция может быть на нефть, на WTI, на бренд. Но мы с вами видели уже прекрасно, что на самом деле нефть реагирует намного интереснее на отчеты Минэнерго США. А они будут днем дальше. Однако, не менее интересные компании отчитываются во вторник. Это и Русал, и МВидео из американских Microsoft, Pfizer и AMD. Все тоже отчетность. Ну и, как я уже взял за небольшое правило, предварительные данные и фактическая отчетность публикуются в Telegram-канал. Ссылка на него есть в описании. Это мой личный Telegram-канал, куда я скидываю важную информацию, как мне кажется. И каждый из вас может эту информацию в комментариях, прямо там, в Telegram-канале, обсудить со мной, либо с другими участниками рынка. Двигаемся дальше. Среда у нас в 3.30 по московскому времени состоится публикация индекса потребительских цен в Австралии. Напомню, что индекс потребительских цен – это есть не что иное, как уровень инфляции. Ну и, как везде с инфляцией плохо, в Австралии с ней тоже будь здоров. Ну, просто отвратительно. Она не растет. Именно по этой причине Резервный банк Австралии держит процентные ставки так низко. И каждое свое заседание говорит о том, что они готовы, значит, так сказать, применять все меры для того, чтобы сглаживать курс национальной валюты. Ну, то бишь, австралийского доллара. Другими словами, Резервный банк Австралии постарается сделать так, чтобы курс австралийского доллара был дешевле. По отношению просто к американскому доллару. Ну, и уровень инфляции, на самом деле, может подтолкнуть, либо оттолкнуть эти действия в разном направлении. В Канаде будут приниматься решения по процентной ставке. Обращаю ваше внимание на то, что в этой статье все ссылки кликабельные. Мы нажимаем, вспоминаем, что в Канаде процентная ставка 0.25. Не сказать, что это самое низкое, но, тем не менее, значит, решение будет каково. Ну, скорее всего, оставят без изменения, то есть 0.25. И в этом плане поинтереснее можно будет последить за именно пресс-конференцией, которая остается 18.15. через 1.15 после публикации процентной ставки. Потому что здесь, вот на пресс-конференции, вполне возможно, мы с вами узнаем какие-то вербальные интервенции, либо дальнейший шаг Канадского банка. Вообще, забегая вперед, я считаю, что пока нет предпосылок у Банка Канады предпринимать какие-то, ну, сверх прям совсем меры. Нет, наверное, все останется плюс-минус так же, но, тем не менее, последить стоит. А вот они, те самые запасы сырой нефти от Минэнерго США, которые будут публиковаться в этот раз в среду в 17 часов 30 минут в московском времени, обращая ваше внимание на то, что изменение, значит, теперь уже запасов сырой нефти дает очень большую реакцию на цену на нефть. Вспоминаем, что последняя публикация показала нам, что запасы сырой нефти хоть и уменьшаются, но уменьшаются они не такими темпами, как это было раньше. Это говорит косвенно о том, что как бы спрос на потребление нефти уменьшается, и, соответственно, цены на нефть в этот самый момент завалились. Завалились по плану вот на прошлой публикации. Произойдет ли то же самое в этот раз? Надо будет посмотреть, смотрим, волатильность здесь присутствует. Ну и, конечно же, одновременно с этим отчетом публикуются объемы добываемой нефти. Сейчас они в США, не скажу, что на рекордно низком уровне, но на достаточно низком уровне. Посмотрим, будут ли восстановления или нет. Это тоже косвенно будет влиять на рынок нефти. Что еще важного за этот день? Это отчетности. Очень много отчетностей. В среду и в четверг ГМК, Норникель, Новотек, Яндекс отчитываются, Виза, Мастеркард, Боинг, Дженерал Электрикс, Эбэй и Форд. Безусловно, отчетов много. Отчитываются и другие компании. В экономическом календаре того же инвестинга вы сможете найти полный список всех компаний, которые отчитываются. И там же примерное время публикации. То есть, в момент открытого рынка, до открытия, после открытия. Но на телеграм-канале я эти вещи, наверное, буду публиковать заранее. Так сказать, то, что будет актуально. И переходим мы с вами к четвергу. Здесь есть незапланированное такое мероприятие. Лидеры Евросоюза проведут видеоконференцию по второй волне COVID-19. Вполне возможно, что мы с вами узнаем какие-то новые вводные данные. Мы узнаем о каких-то решениях. Узнаем, может быть, что-то там еще. Но, тем не менее, будем держать руку на пульсе. Если что-то будет важное, обязательно в телеге мы это с вами отразим. И форум «Россия зовет». Ежегодный форум, который устраивает в этот раз ВТБ организатором всего этого форума. Правда, я так понимаю, он пройдет заочин. Ну, потому что немодно в этом году собираться большими кучками. С 29 по 30 октября фактически цель этого форума – привлечь инвестиции. Ну, как минимум иностранные инвестиции в какие-то компании. Будут рассказывать о том, как все хорошо, какие у них крутые планы, куда мы там двигаемся. Это, в общем, экономически по большому счету форум. И вполне возможно, что какой-то незапланированный нежданчик в виде позитива. Мы с вами услышим про акции российских эмитентов. Поэтому последим два дня. И если что-то крутое, отметим однозначно. Из запланированного в 5.30 решение по процентной ставке в Японии. Через полчаса доклад по кредитно-денежной политике. Там уже пресс-конференция. Но здесь особой волатильности не ждем. Скорее просто отмечаем почему. Потому что в Японии все понятно. Отрицательная процентная ставка. Это очень мягкая монетарная политика. Желание взять просто-напросто и раздать всем деньги. Что, собственно говоря, они и делают. И я не сомневаюсь, что они будут здесь что-то другое предпринимать. А вот это вот уже интереснее. В 15 часов, в 30 минут в московском времени данные по ВВП за третий квартал. Квартальные ВВП публикуются трижды. Первичные, уточненные и пересмотренные. И 29 октября мы с вами видим первую публикацию. Ту самую первичную. И обычно она оказывается крутой. Почему? Потому что редко, ну тем более в последнее время, совпадает с теми, что ожидается на рынке. И еще добавляет масла в огонь тот факт, что в прошлый раз отчитались отвратительно. Минус 31,4% прироста ВВП состоялось в Америке. Посмотрим в этот раз, насколько все было плохо. Что сказать? Угадать и правильно спрогнозировать, какой будет ВВП, практически нереально. Поэтому вероятность того, что цифра будет отличаться от прогнозной, очень-очень большая. Отсюда и вероятность той самой волатильности на долларе США тоже очень-очень большая. Обращаем внимание. Решение по процентной ставке в еврозоне. И пресс-конференция в 16.30 состоится. Здесь процентную ставку, скорее всего, не будут менять. Сейчас она по депозитам минус 0,5. Хотя есть вот такая вот интересная ресурс на ЕЦБ. На сайте ЕЦБ. Называется он евро шорт тем рейс. В общем, короткосрочные ставки по евре. Я ссылку на этот ресурс прикреплю в описании к этому видеоролику. Каждый может посмотреть. Что она означает? Она означает, что именно вот по этой ставке, то есть минус 0,55, рассчитываются, ну как минимум за последние два дня, рассчитываются банки между собой. Фактически эта цифра говорит о том, что заложено в цену. Текущая процентная ставка по депозитам минус 0,5. И фактически мы сами понимаем, что по состоянию на сейчас рынок ждет дальнейших стимулов, дальнейшего понижения процентной ставки. Понижать ставку они не будут. Но провести какие-то вербальные интервенции или провести какое-то, не знаю, обещание чего-то или увеличение программы QE вполне-вполне возможно. И от этого европейская валюта может двинуться туда куда-то вниз. В общем, я не могу обещать ничего за Кристин Лагард, но задача Европейского Центрального Банка будет заключаться в том, что либо оставить все как есть, либо постараться курс европейской валюты завалить. На это мы с вами и будем обращать внимание. Когда это случится? Скорее всего на пресс-конференции. Потому что решение в процентной ставке, банальная публикация ставок, скорее всего, всех тех ставок, которые уже мир знает. Что касается отчетов. Прежде всего, IPO проводит группа компаний «Самолет». Вот с таким тикером она начинает торговаться на московской бирже 29 октября. Примерная цена размещения, я так понимаю, от 900 до 1000 рублей за одну бумажку. Сбер отчитывается за 9 месяцев по МСФО и за третий квартал в целом магнит. Что касается американских. В четверг отчитываются Apple, Amazon, Google, Facebook, Starbucks, конечно, тоже отчитывается, но не так уж это все и важно. Twitter, Activision Blizzard, Moderna и Western Union. Чуть не забыл. Чуть и United Airlines не сказал. Ну и что? Крупные компании. Пятерка крупных компаний. Вот та самая фанк. Только вот Facebook есть, Amazon есть, Apple есть. Кто у нас еще? Microsoft нет. Да, не сегодня отраслой Google. В общем, ждите волатильность на этих бумажках. Ну, на каких-то там отчетах. Нынче отчеты, они так у всех. Ну и, соответственно, S&P 500, S&P 500 будет, так сказать, отыгрывать все эти моменты. Двигаемся к последнему дню. Это пятница продолжается и заканчивается. Этим же самым днем форум Россия зовет. Опять возможные какие-то крутые новости, крутые события про российских эмитентов. И в 13 часов индекс потребительских цен. Уровень инфляции. Надо сказать, что индекс потребительских цен в еврозоне тоже отстой. На самом деле. Так, где бы мне его так включить? Кликаем сюда. Открывается и видим отстой на отстой. Не растет инфляция. Что бы они там ни делали. Как бы сильно они не увеличили программу QE. Как бы сильно они не раздавали по каким-то сильным процентным ставкам. Сильно низкий процент ставкам они бы не раздавали бы деньги. Инфляция не растет. Но это, надо сказать, бич практически всех стран. Единственная страна, у которой растет какая-то инфляция, это только доллар США. Во всяком случае, ожидание. Ну и инфляция, в принципе, там тоже подрастает. У всех других стран не так уж все хорошо. Поэтому, ну и по этой же причине, в том числе, да, Европейскому странному банку выгодно завалить курс европейской валюты. Еще бы я обратил ваше внимание на число буровых установок в США. Реакция на WTI бренд будет незначительная, потому что этот аргумент ушел, так сказать, на второй план. Но я хочу обратить ваше внимание, что число буровых установок увеличивается. То есть, если раньше мы с вами говорили о каком-то достаточно серьезном спаде, примерно там с 700 до 180, то последние данные, да, нам говорят о том, что фактическое значение, да, что мы тут видим, 100, 200, так, 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 где мы тут видим, да, 30 октября еще нету. Последнее значение 205 буровых установок. Фактически количество увеличивается. От этого должно увеличиваться объемы добываемой нефти. Хотя мы сами в какой-то момент видим, да, что это не такая уж и прямая зависимость. Из отчетов Московская биржа отчитывается и ExxonMobil тоже отчитывается в США. Ну, вот такая приблизительно пятница состоится. Напоминаю, что с этой пятницы заканчивается месяц, да, 31 октября выпадает на субботу. Это хорошо, это хорошо. А дальше уже ноябрь и в первую неделю ноября будут выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября. Тут есть некоторые нюансы. Дело в том, что в России 4 ноября выходной. Надо посмотреть, как это дело будет отыгрывать биржа. Наша Московская биржа. Потому что результаты по выборам за 3 ноября мы с вами узнаем 4 ноября. В день, когда биржа, скорее всего, будет закрыта. Поэтому там нужно будет с осторожностью относиться. Ну, мы знаем с вами прекрасно, как Московская биржа, бывает так, да, отдыхает в тот момент, когда на мировых площадках огромная волатильность. Но эти факты мы с вами будем разбирать в утренних брифингах, в стримах и, конечно же, в следующем выпуске Пульс на рынке. На этом все. Если понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте.